Уже давно устоявшийся механизм, когда правительство приходит в парламент со своим законопроектом, и порой иногда очень жестко, порой и выкручивая руки депутатам, вот так вот протаскивают такие законопроекты, невзирая ни на что. Поэтому, конечно, в данной ситуации и парламент выглядит очень плохо, и правительство очень плохо выглядит. И хорошо, что есть у нас мудрый лидер государства, который все это видит, просчитывает, смотрит, взвешивает и выносит хорошее сбалансированное решение. Так что не все у нас потеряно, в принципе, мы очень удачливые люди. — Дориган Станов, после этого есть основания для самого русского парламента? — Для самого русского парламента пока оснований я не вижу, потому что таких моментов бывает много спорных. Сейчас вот по разграничению полномочий между исполнительными органами тоже в парламент, Сенат отправил в Конституционный совет. То есть, да, и какие-то бывают моменты, спорные вопросы, но если всякий раз распускать и снова собирать, это очень дорого в итоге обойдется всем налогоплательщикам, и себе дороже называется. Поэтому будем работать дальше и стараться улучшать свои подходы к законопроектам, которые поступают из правительства. Ну и всем, кто за всем этим стоит, тоже хороший урок. — Ожидаема была отставка от Денова, по вашему мнению? — Ну, честно сказать, для меня это неожиданно. Я не ждала. Потому что в данном случае он не единственный виновник. Все-таки такие решения и законопроекты, которые поступают в парламент, они визируются всеми министерствами, всеми правительствами. Субтитры создавал DimaTorzok